Мытищик В округе началась традиционная подготовка к месячнику по благоустройству. В ближайшее время в Мытищик пройдут масштабные работы по озеленению, обновлению дорожной разметки и приведению в порядок всех городских территорий. На что особенно следует обратить внимание, представители администрации обсудили в ходе традиционного объезда. Из приоритетного отремонтировать тротуар, восстановить дорожное покрытие и помыть остановки. В рамках проведения весеннего месячника по благоустройству в Мытищик планируется проведение общегородского субботника. Планируется, что он пройдет 16 апреля. 42-летний житель Мытища оштрафован за дискредитацию вооруженных сил РФ. Мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом, после чего был задержан сотрудниками полиции. Он признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. На сегодняшний день в округе увеличено количество обходов мытищинских парков сотрудниками охраны. Особое внимание уделяется осмотру общественных территорий. Кроме того, на заседание антитеррористической комиссии обсудили вопросы безопасности в образовательных учреждениях. Участники совещания отметили, что все социальные объекты в округе оснащены пожарной и охранной сигнализацией, а также металлоискателями и камерами видеонаблюдения. Проводится осмотр прилегающих территорий, инструктаж по антитеррористической защищенности и профилактические беседы с детьми и их родителями. Фундаментальное значение в развитии округа имеют и люди старшего поколения. Они передают свою мудрость и заботу детям и внукам. А губернаторская программа «Активное долголетие» помогает представителям серебряного возраста получать новые знания, участвовать в социальных проектах. На одной из встреч участников клуба присутствовала и глава городского округа Юлия Купецкая. Активисты поделились инициативами и планами на будущее, рассказали о кружках, которые есть в клубе. Также они решили развивать новые экскурсионные направления, например, в Подольск и Серпухов. Проект «Активное долголетие» работает на территории округа с 2019 года. Бесплатно присоединиться к занятиям по множеству направлений может любой желающий. Сейчас в клубе уже 4,5 тысячи активных пенсионеров. 1 апреля повысятся социальные пенсии. Об этом подробно рассказали на заседании Совета ветеранов. Также обсудили уже действующие льготы для пенсионеров. Несмотря на условия, работа по предоставлению путевок в санатории и здравницы будет продолжена. С учетом событий, происходящих в мире, некоторые направления, например, Крым, закрыты. Но это никак не повлияет на количество путевок. Желающих перенаправят в другие санатории. Члены Совета ветеранов также отчитались о проведенных мероприятиях за первый квартал 2022 года и наметили планы на ближайшее время. Планируется широкое празднование Дня Победы. Каждого участника Великой Отечественной войны поздравят дома. Сейчас в округе проживают 45 героев. В округе подвели итоги акции «Покорми птиц зимой». Экологи традиционно проводят ее с ноября по март. Основные участники – это дети. Особенно активно помогают пернатам школьники и детсадовцы. Педагоги вместе с учениками вешают и наполняют кормушки, рассказывают о биологической цепочке в природе. Такие мероприятия превращаются в настоящие экологические праздники. Выставки рисунков, конкурсы чтецов, театрализованные представления. За четыре месяца в акции приняли участие более полутора тысяч человек. Но самое главное – это жизни десятков тысяч пернатах, которые остались с нами зимовать.